Новая волна. Общероссийский рост заболеваемости коронавирусной инфекции не обошел стороной и Заречной. Об этом свидетельствует статистика на 27 июля. Если вчера были выявлены 5 взрослых пациентов с новой коронавирусной инфекцией, то сегодня это уже 9 взрослых пациентов и 1 ребенок. По взрослой поликлинике на амбулаторном лечении сейчас находится 20 взрослых. Получается 1 ребенок и 1 ребенок уже был выписан с выздоровлением, с амбулаторного лечения. Среди причин увеличения числа заболевших специалисты называют появление новых коронавирусных штаммов, которые отличаются высокой заразностью и поэтому стремительно распространяются. Сейчас идет новый штамм, так называемый кентавр. Это, будем говорить, дочерний подвид омикрона. Он более заразен, то есть он способен вызывать заболевание еще, так скажем, в большей степени, чем омикрон. Быстрее он распространяется и в этом как бы его особенность. Специфических симптомов, говорят специалисты, у заболевания, вызванного омикроном и его новыми штаммами, нет. Начинается ковид, как обычное ОРВИ. Инфицированный человек испытывает слабость, недомогание, могут быть першения в горле, повышение температуры. Но возможно и тяжелое течение болезни, если пациент не привит или имеет сопутствующие заболевания. Чтобы избежать осложнений и возможного летального исхода, инфекционисты рекомендуют единственный надежный способ защиты. Это вакцинация. Именно она предупреждает тяжелое течение и осложнение. Поэтому всех надо вакцинировать. Те, кто не вакцинирован или вакцинировался и прошло уже более шести месяцев с момента последней вакцинации, обязательно нужно вакцинироваться. Из тех, кто у нас сейчас в Заречном заболел, практически все это вакцинированные. И с момента вакцинации прошло уже более шести месяцев и года. То есть давно вакцинированные. Вот они заболели. Поэтому надо своевременно вакцинироваться. Для того, чтобы не заболеть тяжелыми формами, чтобы не было осложнений. Особенно у лиц с сопутствующими заболеваниями. Сахарный диабет, артериальная гипертензия, ожирение и так далее. То есть те, кто с сопутствующей соматической патологией. По словам специалиста, на сегодняшний день самой эффективной и безопасной в России остается вакцина «Спутник Ви». То, что у нас мы имеем сейчас, гам-ковид-вак, то, чем мы прививаем, она срабатывает, эта вакцина. Человек уже вакцинированный, организм уже знает этот антиген. То есть это что-то знакомое для него. То есть если попадает что-то знакомое, пусть оно с мутациями, оно все равно вызовет ответную реакцию. То есть иммунитет сработает. Профилактическую прививку от коронавируса зареченцы могут сделать в поликлинике медико-санитарной части номер 59 и санатории Заречья. Светлана Теплухина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».